Прямой эфир телеканала Россия продолжает вести Ульяновского региона в студии Ирина Шмыгова. Добрый день и коротко о главном. Жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Фитнес-центры и летние веранды кафе и ресторанов начинают свою работу. Еженедельное обращение губернатора области. Белегимные смотрели праздник онлайн. Ульяновск отметил День России дома, как прошло торжество и кому на этот раз дарили подарки. А также будет ли полноценное лето у детей? Представители оздоровительных учреждений заявляют о готовности обеспечить безопасный отдых. Дадут ли разрешение городские власти? Но вначале Ульяновская область поэтапно выходит из режима ограничений. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов и внес изменения в указ о повышенной готовности. С сегодняшнего дня жизнь постепенно начинает возвращаться в привычное русло. С 15 июня самоизоляция для всех жителей будет носить рекомендательный характер. При этом граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и перчатки в местах массовых скоплений людей в общественном транспорте. А соответствующие службы жестко это контролировать. Работодатели обязаны проводить периодическую дезинфекцию и обеззараживание территорий предприятий, управляющие компанией, места общего пользования многоквартирных домов, а главу администрации муниципальных образований, открытых пространств, населенных пунктов и мест общего пользования. С 15 июня мы открываем объекты спорта для занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе с обязательным учетом санитарно-эпидемиологических требований. По 30 июня сохраняется работа дошкольных образовательных организаций в формате дежурных групп численностью не более 12 человек только в тех муниципальных образованиях, которые выполнили ряд нормативов Роспотребнадзора, в частности продемонстрировали устойчивое снижение показателя распространения инфекции в течение 8 суток или не превышение этого показателя больше единицы за 8 суток, а также там, где коэффициент распространения инфекции не превышает 0,8 в течение 4 суток. А такими на 12 июня являются Базарно-Сызганский район, Город Ульяновск, Индинский, Старокулаткинский, Сурский районы. Мы разрешили организациям общественного питания оказывать услуги на открытом воздухе, на летних верандах, на террасах, при стационарных объектах с условием обязательного соблюдения ими санитарно-единичных требований Роспотребнадзора. Также в этих муниципальных образованиях могут приступить к работе фитнес-центры, бассейны, сауны, бани, массажные, бильярдные, боулинги и спа-салоны, солярии при условии соблюдения санитарно-единичных требований. Кстати, смертность в этих муниципалитетах тоже находится ниже среднероссийских показателей. Кроме того, такие же послабления возможны для Новоспадского района при условии сохранения первого показателя в течение последующих трех дней. Радического – одного дня, Ульяновского – в течение последующих двух дней. Таким образом, уважаемые земляки, наша жизнь постепенно возвращается в свое русло. Скоро во всех регионах страны пройдут Парады Победы. Это дань уважения нашим ветеранам, их подвигу, внимания к их заслугам перед всеми нами, перед всей страной. Мы тоже проведем наш парад, но, к сожалению, без зрителей. Организовав прямую трансляцию на всех имеющихся в регионе ресурсах. И я прошу вас, оставайтесь дома, посмотрите прохождение войск нашего гарнизона, а потом и московского в режиме онлайн. Я прошу вас быть очень осторожными в этот переломный период. Это было еженедельное обращение губернатора Сергея Морозова к жителям области и к другим темам. Минувшую пятницу вся страна отметила День России. В этом году из-за пандемии торжественные мероприятия прошли в режиме жестких ограничений. Количество участников не превышало сотню человека. Наличие средств индивидуальной защиты было обязательным. Но все же праздник состоялся. О том, как в Ульяновске поздравили страну, репортаж съемочных групп вестей. Последние приготовления к началу прямой трансляции торжественных мероприятий в День России. Из-за коронавируса отметить государственный праздник с прежним размахом пока нельзя. На площади Ленина не больше сотни человек. Часть из них студенты, которые вместе с членами ОНФ присоединились к федеральной акции «Пироги России». Мы испекли пирог с капустой и цветом, украсили его триколором. Надеюсь, что врачам это очень сильно понравится. И хотим сделать им приятнее и немного вкуснее. С площади пять больших пирогов русской кухни представители Общероссийского народного фронта доставили в медучреждение, где врачи даже в праздничные дни спасают жизни людей. Очень приятно. В то же время с площади Ленина для возложения цветов к вечному огню обелиска славы направляются юнормейцы. А слово предоставляется медикам, которые сегодня без преувеличения – национальные герои. Никто не остался равнодушным. Помогали все, кто могли. И предприниматели, и волонтеры, и студенты, и простые жители нашего региона. Главный символ страны проносят медики, волонтеры, педагоги и спортсмены. А почетная миссия поднятия флага России возложена на руководителя областных юнормейцев Владимира Ульянова. Над Ульяновской площадью Ленина уже развивается российский триколор. В этом году из-за пандемии день нашей страны проходит в новом формате масштабные мероприятия. До сих пор остаются под запретом. Но поздравить Россию можно из дома. Прямо сейчас по всей стране люди выходят на балконы своих квартир, чтобы исполнить государственный гимн Российской Федерации. В центре Ульяновска уже звучат первые ноты гимна. Музыка Александрова на стихи Сергея Михалкова. Знакома, пожалуй, каждому жителю России. Вот только здесь национальный гимн исполняют десятки людей, которых слышно на расстоянии в сотни метров. А ведь прямо сейчас по всей стране эти строчки звучат из уст тысяч людей. Государственный гимн Российской Федерации разносится от Камчатки до Калининграда. В Ульяновске одновременно со всей страной знакомые каждому строки гимна исполняет молодежь. Масштабные шествия на улицах под запретом, но сам праздник не отменен. 50-метровый российский триколор – символ благородства, верности, мужества и любви. Развернут и на центральной аллее города. День России – это тот день, когда каждый должен понять сопричастность друг друга к нашей стране. Друг без друга действительно сложно. В День России по улицам города проехала колонна автомобилей. Объединившись, представители общественных организаций и волонтеры даже в праздник продолжают развозить продуктовые наборы. Люди должны увидеть, что мы едины, что Россия – это наше целое, и мы все дружны, едины и непобедимы. Вековые традиции, национальные герои, богатая история и великие победы. Единство нашего многонационального народа в такие дни ощущается особо. А День страны – это возможность сказать спасибо тем, кто сохранил Россию великой и могучей. Ирина Шмыгова, Артем Петров, Сергей Свешников и Герман Баранов. Вести, Ульяновск. Полноценный отдых детей в оздоровительных лагерях региона пока остается под вопросом. В профильных ведомствах обсуждает, возможно ли дать старт летней кампании в этом году. С учетом данных по эпидситуации, региональный Роспотребнадзор рекомендует не проводить полноценные смены. При этом представители лагерей заявляют о готовности обеспечить безопасный оздоровительный отдых, если предъявляемые требования к организации отдыха будут адекватны. На сегодняшний день практически все лагеря получили санитарно-эпидемиологическое заключение. То есть готовы. Но в связи с новыми методическими рекомендациями лагеряцы сейчас должны закупить рециркуляторы воздуха, маски, перчатки, всякие средства, термометры и так далее. Плюс одно из требований это когда все дети и все взрослые заезжают в лагерь в один день и никто в течение либо 14, либо 17, либо 21 день, такие смены по продолжительности будут, никто за территорию, ни ребенок, ни взрослый не выходит. Представители организации отдыха настаивают, что выполнить ранее озвученные и дополнительные требования практически невозможно. Это не только вопрос непосильной финансовой нагрузки, но также и прогноз о неполучении организациями прибыли. Как итог решение сформировать региональные требования, которые позволят лагерям открываться в случае благоприятной эпидемиологической ситуации. Напомню, подобные решения принимают самостоятельно главы субъектов Российской Федерации. Сегодня не стало Юрия Павловича Телегина, человека, который создавал в Ульяновской области телевизионное и радиовещание. Юрий Павлович родился в 1938 году. Более 40 лет проработал в Ульяновском телецентре, пройдя трудовой путь от электромеханика до директора. Под его руководством строились технические здания, телевизионные мачты, башни, велись монтаж и настройка телевизионного и радиооборудования. Было построено несколько радиорелейных линий, произведена замена устаревшего оборудования, что дало возможность принимать телевизионные программы центрального телевидения и радиовещания. Программы Ульяновского телецентра. Большая заслуга Юрия Телегина в том, что радиотелевизионная сеть области была сохранена и продолжала функционировать в бесперебойном режиме. Он награжден орденом почета, медалью ветеран труда, имеет почетные звания заслуженный работник связи Российской Федерации и заслуженный работник связи Ульяновской области. Коллектив филиала РТРС, Ульяновского ОРТПЦ и ГТРК «Волга» выражают искренние соболезнования родным и близким. Память о нем сохранится в сердцах всех, кому довелось с ним общаться и работать. В России популярность набирает новый проект, который содействует в подборе замещающей семьи воспитанникам детских домов. Ванечка.ру заработал в ноябре прошлого года и с каждым месяцем заявок становится больше. Эту видеоанкету записала семья Васюковых. В ролике мама и дочь рассказывают, как обстоит их быт, чем увлекаются, а также какие достопримечательности находятся рядом с домом. Анкету увидела девочка по имени Женя. Их первая встреча и разговор прошли в режиме онлайн. Ванечка нашел Женечку. Мы до этого безуспешно полтора года волонтерили, ездили по детским домам, но как-то получалось так, что не складывалось. Ну, теперь будем надеяться, что у нас все получится. Женечка посмотрела нашу видеоанкету и пожелала к нам прийти в семью. Сегодня проект работает в пилотном режиме. Анкеты присылают семьи из Москвы, Вологодской, Свердловской областей, а также из Красноярского края и 73-го региона. Ребенку, в принципе, показывается сначала несколько анкет для того, чтобы, в принципе, поговорить про семью. Какие бывают в семье традиции. Знаете, как такой общий вводный, так сказать, урок. Что семьи бывают разные и так далее. И потом уже, когда становится понятно, что вот этому ребенку подойдет такой-то родитель, уже начинается контакт и, возможно, знакомство по скайпу. Приехать в гости к семье Васюковых Женя сможет лишь после окончания пандемии. Пока их встречи будут проходить в дистанционном формате. Сам проект направлен на семейное устройство детей-сирот в возрасте от 10 до 17 лет. И на этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Далее информация о погоде от областного гидрометеоцентра. Следующий выпуск программы «Вести» Ульяновск выйдет в эфир в 21 час 5 минут по местному времени. Хорошего дня и до встречи на телеканале «Россия». Мои родители прошли всю Великую Отечественную войну. Отец закончил войну в Берлине, а мама в далеком Халкинголе. И я буду голосовать за те поправки Конституции, которые не дадут и шанса исказить нашу историю. Попрать память о наших героях. Глумиться над могилами моих предков. Важно прийти и проголосовать. Великую Отечественную войну